Выбрали, что они будут первыми банить, потому как очень хотели, ну, минусануть, наверное, вертига. Не знаю, короче, как-то так это все дело выглядит. Ну и поехали. Первая карта Мираж. Смотрим уже пистолетный раунд. В комплекте в защите OG пикнули Мираж, поэтому у них права выбора стороны нет. Они в атаке. Ну и пока не все очень качественно. Вальдемара высекают. Остается последний бит и Алекси Би. Бомба вроде бы поблизости с ним на точке, но 4 архаровцы. Выжить, конечно, в этой ситуации будет очень сложно. Уже разговора не идет даже об установленной бомбе. Тут хотя бы каким-то образом отмахнуться, поставить хотя бы одиночный хедшотик. Этого не происходит. Комплекте начинают с выигранного пистолета. Ну, Савая, они 10 выиграли, 12 проиграли, но при этом они 90% выигранных пистолеток. То есть 9 из 10 конвертируют в выигранный следующий раунд и брейкают во втором, если проигрывают пистолетку, одну из трех. То есть, ну, это вообще круто. Но очередной раз, когда они выиграли пистолетку, бомбы не было. OG приходится бедствовать в плане девайсов. Но это абсолютно не смущает ребят из OG. Очередная база B. Попробовали ее на зубок в пистолетном раунде. И уже теперь со второй попытки заходят. Тут, конечно, сложный вопрос, что делать в комплексите. Ну, 2 в 4, точнее 2 в 5 такое не выбивается. 2 в 4, говорю, потому что, ну, вот один игрок мне пошел. Это Олег Сиби на базу B. И по факту это уже загон. Пытаются выбить девайсы оставшиеся. И не надо. 1-1. Они взяли раунд после проигранной пистолетки. И сейчас отправляют в комплекс. Наверное, да. Наверное, всем хочется просто заткнуть рот. Типа мы с заменой, у нас проблемы. Но мы решаем очень жестко вопросики. Пока отбиваются на точке А комплекс. Если, кстати, качественно увязливать оборонительных ретутах. Хожу на базу B. Там накинь смачок. Пускай они туда идут. Но неудачно, что это был недамажный. Хотя двое теперь битых. У Блейма дальней дистанции хороший шанс сделать еще одно точное попадание. И завести этот раунд. Так как происходит капитан уже до тех же G2, у которых проблема. Они вот на B ходили только когда у них там какие-то прохладные истории с пистолетами. Форсы или два кабаи. И там единожды или дважды за всю атаку с определенной командой ходили с девайсами. А здесь мы видим... На центре карты. Тебе тут остается последний поиза. Но нужен еще один его команде. Эльтрефраг, конечно же, для того, чтобы быть полностью уверенным в своих силах. Минус по Ника. Ну и Манту, конечно же, недоволен такими раскладами. Вездесущий Болгарин. Балина бомба, кстати, была поиза. То есть на радаре она точно засветилась. Можно, наверное, говорить о том, что так до конца и собирались OG на точку B. Раз бомба шла первая. Но как-то они очень в этой веренице растянулись. Это просто пир для поиза на какой-то. Было бы красиво, если бы еще и последнего забирал. Но аж с ВП и стэк пришел. И стэк это вечный ангел. Помнишь? Ну, тогда, когда взяли раунд. Когда взяли раунд, да. Вот реально. Так, с поиза нам разобрались. Это 5 дигглов. OG. Блейм. Ну, от Блейма нужен минус здесь обязательно. Но ловкий флейм. Ловкий, смелый и умелый. Так, ну, от сапикс на этом раунде у нас. Охранник базы Б. Чего-то немного запереживал. Начал спрейт, не укреплять. При этом, кстати, мы очень мало видим вообще меда. То есть такая... А тут еще нужно время для того, чтобы зачистить шорт. Как-то там пройтись всем. Ну, так, слепой стак. Убивает флейм. За размен от Олег Зиби. Падает на то. И это... Ну, бомба точно будет установлена. За раунд пока говорить еще рано. Блейм Ф на зигзаге. По нему есть информация. 7 на 1 статистика у Блейма. Максимально уверенная игра до этого момента. Возможно, может стать героем этого раунда. Не может, говорит Вальде. В следующий раз как-нибудь попробуешь. Поизон со снайперской винтовкой превращается здесь в легкую недвижимость такую. Куда он пойдет особо динамики не прибавит в этом выбивание. GKS вообще шел третьим. И так как потерял двух уже тиммейтов, остается расхлебывать все это дело. Ну, тут на шпагат его должны усаживать. Один слева, другой справа. Не, по одному действию. Чего размен-то нет? Алекси. Тянет время. По-моему, GKS потерялся. Где искать третьего игрока? Да. Замок строил, а у него забрали просто все инструменты. Там лопатки, замок ногой разрушили. Хулиганы еще и на щечек поставили. У него такое лицо постоянно. Но это ничего страшного. Тут молниеносный врыв у нас на мидл. То, что мы вообще очень редко видим. Качественное исполнение от OG. По крайней мере, по этой половине. И плохо было бы в целом этот раунд до конца довести до логического завершения. Почему не уходит из тэг? Рискует и так меньше. Не, почему-то медлят OG. У них есть еще грана. Они не очень хотят выходить смог, видимо. Но сейчас может быть очень плохо. Очень может быть плохо. Двоих забирает из тэг. На Цапикса. А зачем чекать? И приходит GKS. Как бы не зарезали. Нет. Четко, киберспортивно. По спине прошивают манту. Тоже, потому что вроде как OG идут без поражений-то. Но проигрывая этот матч, они опускаются за третью строчку. Конечно, хотелось бы подтвердить свое звание лучшей команды в группе. Но пока что не очень получается. Ник и Алексей Бестаются 2 в 4. У них в спине австралиец. Алексей последний. Ну, кланяется. Эксперименты, эксперименты, эксперименты от OG. Вау. На Мираже. Снимается уже потихонечку шорт. Проверяются лифты. Никто не замечается. Коннектор закрыт внешним смоком. Игроки с точки А не видят этого прохода. Казалось бы. Но выходит из тэг. Делает свой фраг. И походу... Пойзон успеет или нет? Пойзон в окне. Ничем не может помочь. Из тэг сам отбивается. Но на только еще один фраг. После этого его забирают. Алексей Би в спине. Тогда мало того, что Алексей Би в спине, так еще и манту остался в шорте. Там сейчас такие встречи могут быть. И ведь иваты. И поэтому как бы не торопится особо бомба. Пока что выходить. Не. Нормально. Алексей Би приходит. Минусует поизон. Вот теперь и бомба зашла. Лаймэфа ждут. А ждут для GKS? Судя по всему... По всему ждут. После установки бомбы. Ника сразу же принялся проверять апартаменты. И его... Его читье... Не подводит. Водит. Точнее, пятый. Пятый для ОДжи. Этот бросает себе смачок. Кстати, в ту же самую позицию прилетает смог от атаки. По итогу выстрелили. Смотрите, как залость бы безопасный коридор. Доходи до... Место установки бомбы тебя никто не заметит. Но зазар все-таки был. Два в три. Время идет. Бомбы практически половина. На выбивании, как всегда, супер неудобная. Классическая снайперская винтовка. Минусует поизон. ГКС последний против троих. Нет. Нет. И еще раз. Восьмой. Как хотите. Мы узнаем именно на этом канале. В этом матчапе. Полным подгон. У нас уже пистолетка ставится бомба. Тут стычка двух люркеров. Разборки на затворках. Я не знаю. Карты. И что-то вялотекущие такие перестрелки. Обычно там пам-пам-пам хэдшот. Или пам-хэдшот. Или два выстрела хэдшота. Посмотрите. Два сильно дамаженных игрока у защиты. Очень-очень долго. Эти шли перестрелки. Да, они в большинстве. Но ладно. Все нормально. Мешать вражеского игрока с землей. И забрать десятый. Вот что нужно. Комплексити. Поизон на центре. Оу. Вот это реакция от манта. Оу. Джи. Лэйн. На вычислении. Но закупились жестко. Комплексити. А реализовывать-то как будем? Ну, как-то очень все это выглядело. С оглядкой на то, что мидл сыграет, не удалось этого сделать. Не накинулись кучей. Просто на точку Б. Типично, как это делали у Джи в первой половине. Но, тем не менее, два в три. Хотя бы бомба здесь. У-у. Хотя бы бомба здесь не будет. Джи Кэс. Последний. Частенько его оставляли один трип. Живой. Живой. Нормально. Килимся. 7% здоровья у Пойзона. Половина у Истега и половина у Ната Сафикса. Дуэль на спине. Выигрывает ее Ника Кристенсен. Шахар Шушан, он же Флэймс, свою. Завозит и посыпались. Комплексити. Бомбу поставили, а дальше их берут в Капкан. Бомба дефузится. Будет ее спасать Ната Сафикса или нет. Он знал о том, что кто-то должен к нему прийти из коннектора. Но, отвлекаясь на этот момент, получил Маслину немного с другого. Не предвещает. Так, завят Ника к себе тиммейта. Что за комбином будут разыгрывать. Вдвоем врывать смоки. На Блэймэф поймали с гранат в руках. Капитана раскрутился Ника как электрическая юла. Вот это накомбинил. Вот это позвал тиммейта. Зачувствует Энтри. Но вот такими маневрами можно. Так, Ника замечает Остая Галик. Типи спина. Ну, можно было потушить Пойзона, но 52 хп спасает Болгарина. Правда, ненадолго. Джейкс, 1 в 5. И тут... Хотел сказать, что по-хорошему никого бы не потерять в этой ситуации, но потеряли Ника. И один смог. Пах на Тасаффиксы. Куда же прилетит? Топ-кон кладут. И, возможно, через Шор будут выходить на Ника. Но Ника против не так просто. Опять спецоперация по нахождению. Трак, ну, правда, здесь против пистолетов. Но, конечно, Ник Кристенсен включился жестко. В том, что интересно, еще и шифрует сам под себя. Не, выполняет при этом указание Олекси Крифт. Можно понять, тут исполнители хорошие на самом деле. OG. Палаша раздобыл Блейм Ф. О, Иф 3. Зарядил Паника. Добивает того дамаженного. 3 в 3 действительно становится. Заноза в защите от Блейм Ф. Как разыграют этот момент. Вроде бы подползает Мантус. С снайперской винтовкой. Да, контролят. Ну, по идее, сейчас правый угол должен будет брать. Ай-яй-яй-яй-яй. В решении был. Чет как-то там пока наводился. Ну, не совсем, судя по ощущениям. Он был прям готов. Подозревал, но не выцеливал. Скорее всего, дальше. Нормально. Ниндзя просто на эстеге. Перепрыгивает очень жестко. Делает свой фраг. И Вальдемар последний. Против Фарзов буйствовал. Смоки были не помеха. Что Вальдемар покажет здесь? Плачу. Один в два. Вальде. Восемь хп. Не жмется. Очень жестко. Вовремя маневрирует. Уходит. Накидывает флешку. Но от хедшота Блейм Фа не увернешься. Какой же он жжутся ли кто-то? Ну, уже просто понимаешь, что... Слишком много шары залетело. Можно, можно такое тащить. Десять секунд. Ну, выходим. А бомба лежит. Понятно. Второй раунд. Так лезут оба игрока защиты. Там второй еще из джангла. Да куда лезем-то? Его уже могли забрать Вальдемар. Зачем из джангла выходил? Конечно, во второй. Оформим что-то похожее. Блейм Ф вообще может зажать манку, как мне кажется. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Попрыгал. Запрыгался Флеймс. Не с первой, так со второй попытки. Поизон не преклонен максимально. Одна снайперская винтовка у команды Комплексити. И они сейчас попытаются это вытащить. Да, да, да. Торчит ствол. Поизон выцеливает. Тиммейт, главное, чтобы все замертво плашмя не повалились. Поизон хотя бы нижнего. Нет, не забирает. Делает это на Цаффик. Тут неприятные сюрпризы, подготовленные стэгом. Выныривает из сэндвича. Приходит манту. И, по-моему, все на этом. Ну, моментик был такой динамичный. Ну, подожди. Еще в ЛМФ кинем манту вроде как. Ну, ЛМФ ждут уже все. Уже есть легкое подозрение, но по таймингу расходится. Ну, как здесь подобрать бомбу? В Лайма нет. Ну, хотя сейчас подберет Девайс. Против Ника. Не, выруливает с деглом. Четыре патрона. Не стал даже релодиться. Хедшот от плейма сюда. Свинца тебе в голову горит. Короче, не первый раз они встречаются. Это вот ребята как раз из последнего сезона ЕСЕ премьер. Так, попадание по Вальде. 15 хп. Ну, и опять меньшинство было у комплекса, и они готовы это забирать. Вальде 15 хп от дегл манту ОБП. По большей части, наверное, на него, и нужно рассчитывать в таком моменте. Крадется, 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 получает по главе Вальдемарда. Ну, в чистом поле он сидел в открытом максимальной позиции. Подцепил ножку манту. 20 на 16 играет этот британский снайпер сюда. К барьеру. Следующий, следующий выходит. Пока отворачивался манту от флешки и стэк. Вальда, для того, чтобы его тиммейты вышли вдвоем из подвала, и на них никто не смотрел. И никто не будет смотреть. И никто не будет смотреть. И решили не жадничать. Сразу зашивает Олексий Би по первому. Пытается шить по второму поезу. Набернулся, повесил тому плюху. А вот и Вальдемар, а вот и Ника. А давайте-ка потанцуем каждый раз 2 плюс 1. Как-то вот... Игрок атаки всегда один, и его разрывают с двух сторон. Ну, вот это неплохо. Ну, это плеймэп. Тут как бы 2 в 4 ситуация рабочая для него на самом деле. Пожалуйста, первый минус есть. Осталось всего-то на себя второй, третий, четвертый есть. Прощаться с OG. Но нет, Вальдер ставит хэдшот. GKS один против. Понимает, понимает, где находился, по крайней мере, Флеймс. Он, в принципе, туда и не отходил особо. Но времени все меньше и меньше. Да никто не полезет тут 17 секунд. Ну, дергает один, дергает друг. Делали OG в первой половине. Возможно, это будет неожиданно немножечко. Там, кстати, один опорник был. Второй помогает шерта. Вальдер Марэмочку раскручивает. Минусует GKS Ника. Ну, и, похоже, 14-й придет чуточку быстрее, чем для себя ожидали. В командный комплексе. Ника врывается под фэшку Алекси Би. Легчайший минус по Натасаффиксу. Ника замечает также и Пойзона. В какой-то момент Пойзон мог спасаться. Но... Оу! Ну, Вальдер! Ну, это просто бомин. Вальдер Найтмар. Движется против Алекси. Ну, не понимает, куда стрелять. Не, ну, пытается как-то спровоцировать соперника. Уже выйти под... Спрей в одну точку в целом на А. И звено с точки Б. Тоже себя ждать не заставят. Полетели, полетели гранаты. Манту не стреляет по причине отсутствия видения. Все, все. Блэймэф на Натасаффикс вдвоем против пятерых. Такое, скорее всего, они уже не заберут. Блэймэфа, я так думаю, Вальдер заметил. Ну, услышал так точно. А, он еще запрыгивание слышал. Отпранцевал четко эту позицию. Ну, жестко, жестко. 16-13 как бы... Проблем не было LG по ходу первой половины. Пытались они максимально выровнять эту ситуацию. Потратили гигантское количество пауз. За всю эту первую половину приплыли все строго и архаично. Ну и поехали. Стартуем смотреть пистолетный раунд. Замес на радио. Пока равноценные размены. Уже и не очень. Уже комплексити впереди. Ник обруливает. Будет ли чекать правый угол? Ээээ, не дочекал. Матасавик ставит точку в рамках. Пус-про. Кто там у нас в парзов? G2 выигрывает первую карту. Так же, как и Синерс. Пока что не везет нашим командам. Манту. Может быть, ему повезет. Но нет, только один фраг от него. Этого очень мало. Нико сжигает GKS. Как так? GKS не углядел. Где он стоял? Но выходит на Тасафикс. Пошла вода. Горячая. Не. Ненадолго. Угомонили Алексей Би. По итогу Флеймс остается один. Он только в преддверии заползания на девятку. Его уже здесь контролят. Пытаются он делать это по-тихому. Спрыгивает. Кстати, вовремя уловил момент. Но слишком дальняя дистанция против Пойзона. И первый. Плетело. Спугнули. Ника. Приходится искать ему укромный уголочек. Кстати, ну вот спугнули, а дверь никто не отыграл. А Панта в другом капле через смоки решили пропушить радио. И вместе с улицей сплетануть базу Б. Панта отбивается. Минус на вилочке. Выходит на вторую жертву. Замечает ее. Идеальное исполнение. Последний стэк. И... Ну, вряд ли это будет взятый раунд. Кстати, были без бомбы. Манту, Ника, Алексей Би. Ее охраняют. Пас 5 секунд. Это первый для OG. Все-таки вот он. Вот он покорился. Наконец-таки. Но, опять-таки, с другой стороны, деньги у комплекса еще есть. В стэк так вообще... Могли ожидать OG. Но от этого уже никуда не денешься. Переждали смоки. Комплексити исполняет манту. Он тоже эти смоки переждал. Для него теперь это... Вся ситуация превращается в тир. Пытаются его распикивать. Пуш вместе с бомбой на руках от Пойзона. И... Команду OG не остановить. Добыли себе энтри. И вот в направлении лобби. Плеймф. Найдет ли энтри очередной? По-моему, нельзя было не найти. Но Ника перестреливает. Садского капитана. А вот и звездный час этого Фина. Первый есть. Второй. Ну, почти. Почти. 12 хп. Но два красных у комплекса. И тут закрывается тебя. Закрывается Вальдемар. Вверх по лестнице пару шагов. Низ по лестнице. Надо пройтись полутай. Да, флешечку нашел. Нормально. Вот. Опять-таки OG начинали этот раунд в меньшинстве. Флеймс поджал радио. Это вообще нормальная история. После паузы соперника. Сыграть более агрессивно. Чтобы, ну, там, удивить. Где-то 15 на 4. 17 на 4. Как вообще? При таком счете такая статистика у Манто. Вальд врывается, падает. Но есть Аликси, который подстраховывает. Ой-ой-ой. По периметру смачка выцеливает. Хорош флик от него. Последний остается австралийский исполнитель. Наисполнял. На ноль фрагов. То есть, два девайса, мы уже взяли, получается, четыре девайса из семералов. Сюда. Сюда два. Манто просто готов. Он просто готов. Так тут еще в засаде финский партизан сидит. И о нем, конечно, какое-то понимание присутствует. Ну, где-то назад. 94-й год. Но. Вальда из мейна раскручивает на двоих. И опять вот. Ой-ой-ой. Ну, тут да. Да, да, да. Разметали. Разметали в средней части раун. Поставить на нюхе. Опять-таки манту. Попадает прострелом по GKS. 19 хп совершенно оставляет. Понимает манту, что прямо над ним уже есть игрок атаки. Но благо есть имейты, которые в случае чего могут прикрыть. Блеймэф выходит в спину. Как этот момент упустили ребята из OG. Остались вновь в 3-3. Что ж, бомба установлена. Вальда. Находит минус по эстагу. Но не понимает, что блеймэф может поймать еще пару спину в этом раунде. Какой ужас. Он просто пожирает своих соперников. Ну вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. 8-7. По зубе через улицу OG загулять. Посмотрим, что из этого получится. Через двойную дверь. Высыпаются гурьбой на точку. Ходшотник от плеймэфа. Моментально угомонили его. Бойзон принял решение не дропаться. А-так, мант прилетает под ноги хаешка. П-250 мант абсолютно не спасает. Как бы он гениально не провел первую половину, но пистолетки пока что не срослось. Ника прилетает по голове. Остается последний Олег Сиби. Только время его сейчас спасет. Операция живой щит. И у него, к сожалению, был глок. На гранаты. Мотов над будкой. Оу, здравствуйте. Олег Сиби провел массаж ИКС. Бежать надо над Сафиксу. Стелет под себя молик. Дает поработать поезону. Поезон на поезон. Просто надо забить. Олег Сиби продолжает нагибать защиту. Уже 4 в 3. Стелет очень неплохой смачок. Мы это не выручают. Как не прикрыли здесь установку бомбы. 3 в 2. Ну так-то не все потеряно, потому что нет смакана. А сейчас прикроют установку бомбы. Ну, плей может просто банально выходить и срезать. Так, но Олег Сиби не торопится. Дает флешку. Пошла спина от Манту до Свидули. А где поезон, знают. Да, вот это форсетский залетает. Как-то, знаешь, ощущение, что какая-то мискоммуникация была. С Олег Сиби и Флеймз. Непонятно почему. Флеймз, когда стал здесь за старую Манту, вообще вот этот момент не должен был случиться. То есть мискоммуникация случилась. Не дождались разгорания Молика. Но когда они были с Олег Сиби вдвоем, ну зачем Флеймз вообще шевелился? То есть ему Олег Сиби говорит, я сейчас дойду до мейна. Стой. Может? Что-то две флешки. Накидывайте на вилку, они вообще не выйдут. Сами себе накидывают флешку. Наконец-таки комплексы. Но бомбы осталось 25% напикать и взорваться. Ну, не-не-не. Такое не тащится. Колы как бы не хотели. Вот гигантское количество оставшихся гранат, которые... С раунда до победы. Если этот забирает, то уже одной ногой в одной четвертой ИПЛ. Так, но тут Блейм ФДКС находят по фрагу. Вальдес Мак-10 делает эту ситуацию 3 в 3. И... Ну, есть-есть гранаты, к счастью, защиты. Ну, а вот АВП в бритейке может оказаться... Пятой ногой для собаки может оказаться на самом деле. Ну, слушай, как катастрофично, даже если кол этот раунд отдадут. Лучше бы 3-девайсе, наверное, сохранить. Вот сейчас, если фраг бы не делал, Флэймс, наверное, на выбивание пошли бы до конца. Так 2 в 2, велотекущая, она уже, скорее всего, не оправдает себя. Флэймс, как стрелок, хорош. В таких моментах... Возможно, последний закуп для комплексти на карте Нюк. Там уже отлетает и стэк, но Аликсиби сгорают в его молотве. Слишком поверил в себя и в свой бронежилет. Теперь будет очень непросто. А вот тут еще и GKS на катволке, на мостике. Пахнет 11-м, если гениально не размытают. Дает Вальдемар! Завози сюда! 2 в 2! Тиммейт прикроет или нет? Да, вроде как Вальда в нужной позиции. Ничего не угрожает бомбе, зато угрожает Вальдемару. Минус он. Флэймс он оттащит. 1 в 2! Замечается его плечик, и все-таки Блэймс ставит точку в этом раунде. Из тега и занимаем первое место. Привет, как бы. Ну так-то у Натасафикс 18 фрагов. Больше только Блэймс. У Натасафиксу вопросов вообще никаких. Хорошо влился он на этот турнир. Ой-ой-ой, как-то полетела стрельба у австралийского исполнителя. Зато у Пойзона летит. Тютелька в тютельку. Два тела встречает он. 3 в 3. Ставится бомба в смоке. Есть у нас Ника на люркере. Слышал ли он же? Этот спрыг! Пойзон! Ой-ой-ой. Манту понимает, скорее всего, что с трампы никто идти не будет. Ну Ника, Ника, когда отыграет, когда он включится в эту спину, замечает манту из Тетерса уже не отпу... Отпустил. Отпустил, а его Пойзон не отпустил. Квадрохил от болгарского перчика. И что, пятый эйс? Нет. А бомба неприятно стоит от Ника. Время, время, время. Второй контролит. Успевает? Нет. 15-12. Ну, в принципе, он изначально не там стоял. То есть он здесь на голову держит правую часть вилки. Что интересно делает его тиммейт. Опа, помогает Вальдемар. 2 в 2. 1 в 2 манту. Ну там времени уже не хватает. Что-то, похоже, да. Все на этом. Загоняют манту, но это все. Это конечное для команды комплексти все-таки третье место. По идее, заслужено. Все так и должно было быть, по тому, как исполняли OG. От них идеальная абсолютная группа. 5 матчей, 5 побед. Это шикарно. Там спрашивали в чате, что мы не хвалим Владу. Хвалим Владу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова